здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие товарищи привет 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 я благодарю вас за ваши комментарии благодарю за материальную поддержку канала благодарю за то что вы есть за то что мы с вами обсуждаем музыку в стиле рок хотя у нас тут много чего и джаз и фанк и соул да и электроника даже бывает ну в основном конечно мы говорим о музыке в стиле рок если мы говорим о рок-музыке то мы продолжаем говорить о рок-музыке ибо на мой взгляд воплощением рок-музыке является группа rolling stones или der rolling stones можно с артиклем можно без артикля времен времена меняются и название групп тоже претерпевают ряд изменений иногда der rolling stones steel wheels 1989 год пластинка очень интересная со всех точек зрения потому что ну потому что это возрождение возвращение возрождение и новая ступень творчестве великих рок-музыкантов величайших рок-музыкантов группа практически перестала существовать некоторое время все занимались сольными проектами и лучше между собой в общем и не общались совершенно кит ричардс играл со своей группы экспенсив винас записывал сольный альбом джаггер тоже мотался по гастролям причем гастроли были успешны у него в отличие от продаж альбомов сольных альбома и как-то как-то в общем всех все устраивало но 8 мая 1988 года произошла эпохальная встреча джаггера и ричардса в лондоне они встретились в отеле по-моему со собой называл назывался он и в легкой непринужденной беседе сохраняя напряженные сохраняя нотки напряжения между собой потому что они очень сильно разругались до этого довольно давно и отношений между ними не было они друг друга не любили в тот момент времени но как тут они собрались причем там не только джаггер и ричардса там вся группа съехалась и неожиданно для себя вдруг решили записывать новый альбом и мало того что они решили записывать новый альбом они решили устроить новое мировое турне вот так вот раз времена меняются как я уже и говорил да и это было конечно событие потому что величайшая игрок группа мира переставшая существовать вдруг неожиданно 8 мая 1988 года снова родилась пережила второе рождение и дальше как-то все пошло 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 джаггер и ричардс уехали на барбадос где стали сочинять новый материал как будто ничего и не было сидели играли на гитарах вдвоем и сочиняли новые песни словно бы все прямо как вот как было так и есть так здорово получилось и тут понеслось конечно прослышав о том что происходит приехал господин руперт ливенштейн на остров барбадос обсуждать новый тур группы the rolling stones он представлял канадскую компанию не помню как называется промоутерская компания этот самый руперт ливенштейн и джаггер и ричардс пришли к соглашению с господином ливенштейном по поводу организации нового мирового тура кстати говоря пластинка записью этого мирового тура будет показанному записью одного из конца нескольких концертов этого тура steam wills будет показана отдельно и рассказано про этот тур там очень интересные вещи и договорились они до того что я не помню общая сумма по моему в районе 200 миллионов что такое было общая сумма прибыли но прибыли разделяется не на нескольких частей и в результате каждый музыкант после этого тура должен был привести домой 18 миллионов долларов и тут появился билл грехом устроитель концертов который устраивал туры ролик стоунс на протяжении по моему там последние 20 лет друзья приятели билл грехом беспроигрышный вариант который с которым работать было одно удовольствие он прилетел к джаггеру и горит миг как ты мог какой-то руперт ливенштейн ты меня бросил кину вообще я же я же твой устроитель я же тебе все делаю на что джаггер и вечер спросили ну что ты можешь предложить билл билл ковну я могу предложить вам такую сумму в результате которую вы заработаете все все музыканты по 16 миллионов долларов и сказал миг может старые друзья столько лет работаем какая разница вот 16 миллионов 18 миллионов все равно 16 миллионов но су мало разве но зато мы же друзья какая те разница в чем отличие на что миг посмотрел на него и горит 2 миллиона билл 2 миллиона и все и руперт ливенштейн стал заниматься организацией тура но при этом музыканта то альбома еще не было музыканта работали над альбомом и уехали они на остров монсеррат в студию джорджа мартина вулканический остров в карибском море монсеррат и слава богу за пять недель они успели записать там материал потому что уже в 1995 году на острове монсеррат произошло извержение вулкана и большая часть острова монсеррат была стерта в пыль а точнее засыпана пылью и до сих пор по моему она засыпана видел фотографии в интернете в общем жизни там никакой нет все сметено могучим не ураганом а извержением города ну несколько там небольших городков залита лавой засыпаны пеплом аэродром аэропорт сметен в ноль и какие-то там локальные места остались где можно жить еще находиться и обозревать вот эти руины страшные но все с прошло хорошо за пять недель группа записала альбом билл вайман не принимал участие во всех сессиях звукозаписи потому что у него был там роман с молодой красавицы 18-летней и его осаждали журналисты и группа его просто выгнала с острова чтобы толпу журналистов не мешали им записываться и поэтому билл вайман в трех песнях не играл на бас-гитаре а играл там правильно рон вот и в первые песни сет-сет-сет если мы помним да там потрясающая игра на бас-гитаре потому что но во первых рон вот и начинал как бас-гитарист потом перешел на гитару да уже довольно быстро но и играет на бас-гитаре как на гитаре то есть такие пассажи так так столько там наворочено наворочено всего очень интересно но это не мешает ломовой песни этой сет-сет-сет данному на монсерате они записали альбома сводили ты уже в другом месте вот и в общем это сет-сет-сет такой гитарный навал такая 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 неожиданная палитра звуковая современная потому что принимал участие не только крис кимси в записи альбома а крис кимси привез и счет я записал мэтт клиффорд молодой парень из лондона который являлся специалистом по компьютерам и процесс по цифровой записи и он привел звук альбома к современному на тот момент времени звучанию ну кстати говоря и к современному и на этот момент времени звучанию то есть уже использовал все наработки вот этой вот беды компьютерной цифровой то есть писали то они не в компьютеры а просто там специальные все эти приспособления рассчитан на сиди все-таки уже восемьдесят девятый год до и звук такой конечно он очень сильно отличается от всего чтобы раньше просто мощнейший ну и сыграно все я уже сказал про гитарный навал в первой песне сет-сет-сет он действительно на очень хорошо все сыграно очень чисто очень яростно громко мощно и мэтт клиффорд все это дело сбалансировал как надо и и надо сказать что чарли в отц отличился на записи этого альбома он измучил всех во первых он все-таки напряжение между джаггером и ричардсом оставалось и чарли в отц старался их как-то сбалансировать урегулировать и поэтому сидел в студии по 15 часов в каждой сессии ну каждый вряд ли не выдержит так человек но измотал всех измотал ричардса ритмическими своими значит тонкостями как надо как здесь синкопка здесь не синкопка здесь чисто здесь нечисто ну и барабаны в результате записаны на этом на этой пластинке так что просто боже мой боже мой какой барабанщик чарли отц фантастический барабанщик невероятные просто по звуку по по его удару по звукоизвлечению по точности с как с которой он играет это мопомрачитель в общем ccc дальше mix it emotions идет очень красивая песня с изумительным пением джаггера и подключается хор подключается вокальная гармония чего раньше не было кстати в таком количестве как на этом альбоме здесь гармонизированный вокал вот этот живой не не компьютерный бэк-вокалисты поют и джаггер и ричардс поют очень здорово тарифа им злобная достаточно песня посвящена невероятным извращенным желанием лирического героя этой песни но она мелодические гармонические ритмические очень хороша просто она не может какой-то там джазовый элемент такой есть вот гитарный аккордовый рифик такой просто какой-то такой цвинг прет очень очень хорошо hold on to your head близко очень к панк-року но все-таки это не панк-рок все-таки это рок-н-ролл это просто отвязный гитарный ракешник от души поиграли все громко жестко рок-н-ролль на и не скучно hats for sale еще одна мрачная песня джаггера с гид на гитарном рифе все она лежит и она тревожная тревожная мрачная быстрая и вообще темп здесь не раз не останавливается ни на секунду даже в медленных песнях на второй стороне и в медленной песне на первой стороне blind by love где какие-то марокканские напевы какие-то карибские напевы вдруг мелодические появляются но это не портит структуру все и джаггер рассказывает истории о любви разных исторических персонажей ну джаггер профессор да у нас условно говоря умный умного дает до сих пор часто и много но очень хорошо зато он на второй стороне после вот этой расслабленной blind by love rock and the hard place тоже песня с философским подтекстом хотя философии там внутри никакой нет но как говорят она вызвана переживаниями джаггера и ричальдса пресс от происходящего в мире от начиная от распада советского союза который уже там трещал по швам 88 89 год падение берлинской стены и все все в общем мир меняется и у людей большие проблемы возникают и это тревога и напряжение вызванные большими переменами в мире которые до сих пор кстати да у нас происходит отражены в замечательном полотне музыкальном рока на hard place группа the rolling stones очень жесткий рок очень жесткий громкий адский рок который немножко нивелируется песня can be seen в исполнении кита ричардса который очень здорово поют здесь очень здорово он распелся во время тура и записи альбома со своей группой expensive windows кстати очень мне нравится она и первый альбом ричардса мне очень нравится только с чип да и концертный альбом expensive windows у меня есть двойник тоже его покажу очень интересный он из хависин хависайн песня джаггера тоже темп ниже среднего но она такая душераздирающая такая красивая такая в случае дороге стонс духа подъемная даже по мелодии что слушать ее одно удовольствие вот continental drift интересная история музыканты хотели привнести восточный колорит и тут им позвонили вдруг нищие абсолютно музыканты из марокко которые работали с брайаном джонсом и спросили а нет ли у вас нельзя ли вас подхалтурить где-нибудь и джаггер сказал как просто небеса разверзлись небеса ответили мы хотели вот эти вот все восточные мотивы а тут они сами к нам пришли они сами нам звонят и джаггер ричардс в сопровождении технической группы полетели в марокко в марокко записали партии этих музыкантов которые работали когда-то с брайаном джонсом и эти партии принесены привнесены при приписаны приклеены к continental drift и получилось такое восточное психоделическое полотно изумительное break the spell в рок-н-ролльный дух мы снова снова повеяло рок-н-ролльным духом и sleeping away кита ричардса просто какая-то чуть ли не арт-рок какая-то психоделическая красивая сложная интересная медленная песня ну конечно не арт-рок это я так к слову но неожиданно очень полотно чем альбом прекрасен и ни одного слабого места я здесь не нахожу так что steel wheels the rolling stones 1989 год я пошел пить пока